Мы переходим к заключительному сообщению, это клинический разбор. Пожалуйста, Татьяна Николаевна Маркова. Профессор, прошу вас. Уважаемые коллеги, мы с вами сидим уже здесь такое количество времени, но в зале исключительная тишина. И, наверное, коллеге возникает вопрос, почему я являюсь заведующей отделением эндокринологии 52-й больницы, не имея такого, скажем так, профильного роддома на базе нашей больницы, который занимался бы сахарным диабетом, представляю сегодня клинические случаи больных с сахарным диабетом и беременностью, которые прошли в нашем отделении. Потому что, коллеги, я так понимаю, что эти больные существуют, беременные женщины с диабетом и гистационным диабетом. Я думаю, что существуют в любом стационаре и появляются они в наших стационарах, как жители Москвы, так и жители различных регионов. У нас на сегодня где-то около 6-7 человек с начала года беременности с сахарным диабетом и гистационным диабетом прошли именно через наше отделение. Один из последних случаев девушка из Тверской области поступила к нам где-то в феврале с гликированным гемогабином 13, беременностью 15 недель, родственница одного из сотрудников нашей больницы. И вот летом произошло родоразрешение в Твери, ребенок с пороками сердца, с кардиомегалией, с транспозицией сосудов. На сегодня рожденная девочка прооперирована в Москве и в общем-то жива, но в любом случае достаточно с тяжелыми осложнениями после проведения вмешательства на сердце. В другой случае женщина, которая имела системную красную волчанку, имела 120 мг преднизолона, имела на фоне диабета вторичный сахарный диабет стероидный и тоже велась в нашем отделении, сложные случаи. И поэтому, когда будет Ассамблея здоровья нации, наша больница решила продемонстрировать в случае успешного введения пациентов с беременностью и различной сопутствующей патологии, какие сложные случаи и как трудно бывает вести этих пациентов. Поэтому, коллеги, разрешите уже небольшое выступление, два коротких случая, которые прошли реально в нашем отделении пациентки. Итак, первый случай пациентки 26 лет, поступила в отделение эндокринологии в связи с нестабильными показателями гликемии на фоне беременности 22-23 недели. Она сначала поступила в отделение гинекологии в связи с повышением тонуса матки. Жалобы при поступлении достаточно стабильные, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение, тянущие боли внизу живота. И вот обратите внимание, 22-23 недели беременности, колебания гликемии, о чем мы говорили, от 8 до 32 ммоль на литр, в связи с чем она была к нам переведена из отделения гинекологии для попытки, скажем так, компенсации сахарного диабета. Немножко из анамнеза, диабет первого типа с 19 лет, стаж диабета 7 лет, гликемия при выявлении была 48, была кетоцидатическая кома, и больная была до беременности на Левомире. И вы видите, что, в общем-то, абсолютно спокойные цифры доз инсулина, 20 единиц инсулина на Левомир утром и вечером, и инсулин Новорапид по одной хлебной единице, а на одну хлебную единицу где-то полторы единицы инсулина. Гликированный гемоглобин до беременности за 2 месяца составил 8,3, и, как вы видите, существенно отличался от целевого показателя. При поступлении на наше отделение уже на сроке 22 недели постучало 28 единиц Левомира утром, 28 единиц Левомира в 22 часа, и инсулин Новорапид по примерно 8-10-5 единиц, как вы видите, в зависимости от завтрака, обеда и ужина, и в связи с постоянной гипергликемией перед сном, и причем гипергликемия перед сном достигала до 32 ммоль на литр, ей периодически приходилось дополнительно вводить инсулин ультракороткого действия. Глюкоза плазма натощак стабильно колебалась 10-13 ммоль в течение дня от 4 до 32. Настоящая беременность третья, беременность в 2013 году, кесарево сечение в 30 недель, обратите внимание, вес ребенка в 30 недель составляет 3,3, что является больше, чем не больше положенного. В 2015 году кесарево сечение в 29 недель, вес ребенка составил 3 кг, дети живы, и объективно не представляет каких-то особенностей, она имеет нормальный индекс массы тела, и в общем-то живот соответствовал сроку беременности. По данным лабораторных исследований, глюкоза натощак в плазме крови составила при поступлении у нас 11,4, в общем-то по отношению к другим показателям все спокойно, уровень креатинина, мочевины, и вы видите в общем анализе мочи тоже альбомин креатининовое соотношение в общем-то неплохое 1,2 мг на мл, и видите результаты консультации окулиста непролиферативной ретинопатии, и консультация невропатолога признаки сенсорной полинэропатии конечностей. Пациентке в условиях нашего отделения проводится 2 УЗИ плода, и вот в общем-то можно сказать, что в принципе сверхнарушений у нашей пациентки по УЗИ плода на тот период не выявлялось. И вот обратите внимание в отношении сложности компенсации пациентки даже в условиях нашего стационара. Итак, первый день это вот голубая линия, посмотрите какой пик гликемии пациентка дала до 28, дальше вы видите, что мы начинаем компенсировать, вот посмотрите, мы начинали с дозы левомир 34 единицы утром и 32 единицы в 22 часа, на 7 день мы вынуждены уже были добавить дозу, обратите внимание, 36 единиц утром, 20 единиц в обед, 34 единицы перед сном левомира, и уровень новоропида ультракороткого инсулина соответствовал 12, 10, 10 единиц, и суточная доза у нас к 7-8 дню составила 90 единиц левомира. Тем не менее, как вы видите, на 7 день терапии мы не смогли достигнуть идеальных показателей гликемии и все равно имели гипергликемию вот в это вот вечернее время. Было предпринято решение, учитывая, что мы оказываем высокотехнологическую помощь на базе нашего отделения, это к вопросу Михаила Борисовича Анциферова, помповой инсулинотерапии. На сегодня я считаю, что это самый лучший метод ведения, и мы вынуждены были в связи с тем, что уже у нас времени не было на то, чтобы как-то улучшить компенсацию диабета, перевести ее на помповую инсулинотерапию, и посмотрите, как мы с самого начала снижаем дозу инсулина в сутки, подачу инсулина базального в помпе, 39 единиц. Я расписала первую дозу, на которой мы пошли в плане коррекции в зависимости от времени, и базальный инсулин вводился пациентке, вот у нас была такая необходимость, вечером несколько больше была доза, чем в утренние часы. И вот это наша пациентка, которую мы установили помпу, и, наверное, плохо видно, но я немножко вот тут продемонстрирую, и мы не ставим непрерывный монитор гликемии, и вот вы видите показатели, вот это вот первый день установки, вот еще второй день у нас есть пики гипергликемии, но они не выше 15 у пациентки, вот у нас уже третий день, более-менее, вот принципиально вариабельность, более-менее выходим на хорошие показатели, и посмотрите, какая компенсация на 19 число, абсолютно в идеальных показателях мы выходим, абсолютно нет вариабельности гликемии, и вот если взять в целом график установки помповой инсулинотерапии, вот что мы имели изначально, и вот как постепенно мы выходим на более-менее абсолютно пока еще не идеальные, но тем не менее нет вот этих угрожающих цифр от 4 до 32 колебаний миллимоль на литр, и нашу девушку мы выписываем, прошу прощения, выписываем на помпе, и поскольку мы имеем возможность передать эту помпу пациентке для дальнейшего проведения беременности, она вместе с помпой у нас ушла, и она сегодня благополучно родила здорового мальчика. И второй случай, тоже интересная пациентка, это в отношении комплоентности, мотивации наших пациентов, и то, о чем мы сегодня так много говорим. Пациентка о 28 лет, находилась в эндокринологическом отделении, это тоже вот как-то так получилось все, после новогодние случаи, сахарный диабет первого типа, выставляем целевой гликированный гемоглобин 6,5, и вот она к нам поступила на 12-е сутки третьих преждевременных оперативных родов в головном предлежании на 33-й неделе беременности, острое многоводие, отягощенный акушерский анамнез, состояние после экстренного кесарево сечения в нижнем маточном сегменте от такого-то числа и анемии легкой степени. Что у нас известно из анамнеза? Впервые повышение гликемии отвечает с августа 2017 года, до этого диабетом не болело, на сроке 8 недель беременности, до 12 ммл на литр. На консультации к эндокринологу не явилось по наставлению акушер-гинеколога, до настоящей беременности у эндокринолога не наблюдалось, сахарный диабет в анамнезе отрицает. У пациентки было уже 2 беременности, они практикали без особенностей, имеют 2 здоровых детей. В 16 недель консультирован эндокринологом нашей больницы 52-й, диагностирован манифестный сахарный диабет и гликированный гемоглобин был 7,1, что позволило сразу поставить диагноз. Рекомендовано было начать инсулинотерапию в режиме 1 инъекция инсулина левый мир на ночь, самоконтроль гликемии до 7 раз в сутки. Пациентка в течение всей беременности инсулинотерапию не получала, уровень гликемии контролировал нерегулярно, со слов пациентки гликемия колебалась от 5 до 13 миллимоль на литр. На лечении в роддоме находилось у нас с 25 числа в 33 недели. И вот то, что мы объясняли, проведено было экстренное кесарево сечение. А за период беременности женщина набрала плюс 14 килограмм. И переведена уже после кесарево сечения к нам для подбора терапии. Вот вы видите ребенок с явными признаками макросомии и явными признаками увеличенного веса плода. Данное обследование при поступлении у нас гликированный гемоглобин 7,2. Уровень сапептида ближе к нижней границе в норме. Мы начинаем пациентке на воропит на каждый прием пищи. Ну, в общем-то, относительно неплохая гликемия. Да, периодически бывает гликемия и 14, периодически бывает гликемия и 13. Я думаю, для опытного эндокринолога это все-таки сахарный диабет. Хотя у нас стал вопрос, все-таки какой тип сахарного диабета имеет место быть. Почему? Потому что 28 лет, большой прирост массы тела во время беременности. Да, очень низкая потребность в инсулине. Поэтому пациентку мы выписываем из нашего отделения с рекомендациями сдать специфическое исследование на дебют первого типа сахарного диабета, все-таки во время беременности. И оставляем пациентку на инсулинотерапии. К сожалению, что произошло с ней после выписки, я не могу вам рассказать. Прошла ли она эти исследования, дошла ли она до эндокринолога. Ну, в общем-то, в рутинной практике нашей больницы мне бы хотелось сказать, что этими случаями мы встречаемся абсолютно нерационального, немотивированного ведения пациентов именно с позиции самих пациентов. И стоит вопрос, это проблема пациентов, что мы им говорим, а они не мотивируются, или это проблема все-таки и в нас тоже, что мы не объясняем, чем это грозит, к чему это может привести, и не проводим адекватного лечения наших пациентов с сахарным диабетом. Я постаралась коротко, с учетом того, что мы уже с вами здесь, в общем-то, вышли за границы наших возможностей временных. Спасибо большое за внимание.